Вау! Всем привет, тупочки! С вами Димон Про. Сегодня будет реакция и полный разбор официального трейлера по Fight Nights at Freddy's Security Bridge 9 DLC Ruins. Наконец-то мы дождались трейлера, да. Давайте же мы его сейчас же посмотрим. Сначала будет реакция и дальше уже будет полный разбор. Продолжение следует... 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 Но главное это еще и то, что это DLC будет бесплатно. Те, кто имеет в Нав 9, могут бесплатно скачать DLC. Это и классно, да. Ну что же, давайте же мы будем полностью его разбирать. Как раз и у меня есть субтитры. Начало тизера. Мы видим уже заброшенную пиццерию MegaPizzaPlex, да. Которая после тех событий, когда мы сбежали с Фредди, она полностью уже стала заброшенной. Ну там все обрушивалось, завалы были, все обклеено газетами. Это значит... Нашего главного персонажа зовут Кесси. И ее главная миссия спасти Грегори, который хрен знает где находится, ведь эта пиццерия очень большая. Но вроде она и не завалена, но и заброшена. В каких-то местах есть завалы большие, а в каких-то нет. Вот ее персонаж. Значит ее одежда в красная кофта, что-то как значит ботинки. Вроде у нее такие ботинки, которые с подсветкой. Видим, что она тут так пробирается через завал. И это происходит уже днем. Да. Вот все уже тут... Все тут, конечно, заброшено. Все тут обрисовано как раз граффити, да. Уже все так и свет еле есть и пробирается через разбитые окна. Здесь, я надеюсь, ты поняла, что... Поняла это сообщение. Подождите. Вот, мы видим еще одну такую заброшенную комнату. Ну, большую. И тут стеллажи вот эти вот... Или свет есть. А вот это вот непонятно. Типа вот... Многие думают, что это какая-то картонка какого-то персонажа. Я застрял здесь. В Мегапиксаплекс. Так, видим коридорчик, который ведет вот в эту комнату. В DLC мы можем попасть... Думаю, мы попадемся уже в новые места, которые мы еще не были. В основной девятой части. Ну, и побываем в знакомых старых местах. В заваленных. Пиццерии. Вот еще комната такая... Такая с мусором, его много очень. Красный свет. Пиццерии. Что... Что от этого... Этого осталось? Видим Гольф Монти, который уже заброшен весь. Хрязно тут. Короче, тут почти как будто бы... Ну, тут непонятно, сколько времени уже прошло после этих событий, конечно. Ну, давно, походу. Но Грегори еще каким-то чудом там оказался. Походу, нам нужно... Походу, главные злодеи этой части будет тоже, как в оригинальной части. Где нам нужен. Главный... Главный злодей тут... Бёрн Трап. А именно Спринг Трап. Уильям Афтон. Да. И Венни. Походу, Венни нас опять смогла поймать и затащить обратно назад. У меня... Нет времени... Вникать в это. Видим еще тут спуск. Видим тут... Короче, этажи... Или какая-то подсветка есть. Все грязно. Вникать в это, как я... Ну, вот еще одна часть Гольфа Монти, где тут большая его голова и там вода течет. Нет времени вникать в то, как я сюда попал. Но ты должна меня спасти. Еще. А, походу, это та... Вот, знаете, вот, когда мы... Начало игры у нас происходит. Когда мы вот так... С Фредди спускаемся вниз. Тут такой же вот коридор, где... Где мы вот бежим и встречаемся с Мотти. Там надо убегать, короче. От Рокси и Чики. Тут то же самое, только тут уже... Тоже поломанные роботы тут, конечно. Ящиками уже все перекрыто тут. Да, детсад. Он еще тут будет. Тоже весь заваленный такой. Кейси. Еще. А это, походу, похоже на... Эм... Мусорный отдел. Этот, который мы побывали в оригинальной части, когда победить. Почти уже убили Чику, но она в хреновом состоянии будет. И тут все роботы... Рокси... Рокси, Чика и Монти. Они будут уже тут еще поломанными. Мы уже их видели очень поломанными. Но они тут еще будут хуже выглядеть. На них уже не будет никакого костюма. Почти. Кейси, пожалуйста. О, это, походу, та начальная локация со входом в пиццерию. Мегапицца Плекс. Что-то так стоят два лифта, вроде в оригинале их тоже были. И тут тоже ящики, грязно. И они, ну... Лифт вряд ли вообще будет работать. Он... Я думаю, он не будет работать. Там будут обходные пути. А вот та дверь в детсад. Пожалуйста, спустись. О, большой кекс. Ну да, мы будем тут частично всю игру играть за Кейси. И вот, мы видим Рокси. Она у... Можем заметить, что она уже немного иначе выглядит. То есть, Венни просто вот... Немного переработала... Как раз Рокси, Монти и Чику. Они уже немного по-другому выглядят. Но ещё раз... Но ещё потрёпанными, чем мы видели их. Тоже потрёпанный капец уже. Волос нет. И другое лицо вообще не такое. Логично, что она тоже будет без глаз и бегать в разные места, если услышит кого-то. Она ж не видит, а может хорошо слышать. У нас есть рация. Мы с помощью вот этого колёсика по ходу сигнал можем регулировать. Эндоскелеты всё же вернутся те самые, на которых надо смотреть. Тоже, да, это детсад, короче. Только вот это мы уже за пределы самого детсада. Да, тоже самая локация. Вон тут окно, которое за ней там детсад основной. Ящики везде тут в лентах. Всё. Парикмахерские чики. Да, тоже самое. И чика тоже потрёпанная. Но в этом трейлере мы её толком лицо не увидели. А половину только. И само тоже. Но оно тоже потрёпанное. Так, тут на одну секунду тут остановилось. Ага. Вот. У нас, как-никак, есть сайт ещё до трейлера. За пару часов до этого. Был сайт Security Breach TV. Да. И там мы могли увидеть этот большой ящик, который приоткрывается вот так. И тут такой как монитор. С кнопками тут что-то либо делать надо. Вот мы не знали, что это значит. Означает с экраном. И мы можем через вот эту вот хрень смотреть на камеры. И тут есть такие теории, что... Есть теории, что мы можем, типа, тут устанавливать везде по всей пиццерии тут камеры, чтобы следить за всеми. Вот и Рокси тоже. Да. Следить за всеми, ставить камеры. И через вот этот вот ящик с телевизором мы можем смотреть на камеры. Ну, вот, типа, вот непонятно. А как мы будем с ним передвигаться всегда? Ну, никак. Он тяжёлый. Или же он будет разместён на разные места этой заброшенной пиццерии Megapixoplex. Вот, типа, там пять камер. И вот ещё одна хрень такая вот... Которую мы устанавливаем с помощью вот этих видырочек рацию и можем, типа... И тут значок, типа, к расключам. Ну, короче, надо вставлять... Ну, вот непонятно. Вот, типа, надо вставлять, короче, вот эту рацию и что-то мы можем чинить тут. Типа, проводы соединять. Тут два соединено. Для чего-то мы их вставляем. Грегори, беги. Ну, вот это вот, да. Вот, походу, в игре мы можем менять разные виды раций. Да, потому что у нас была другая рация. Мы же как-никак в игре не сможем с Фредди ходить. Потому что вот хрен знает, он будет тут или нет. Думаю, будет. У нас нет фаз часов. Без этого мы будем... Так что нам самостоятельно тут придётся убегать от всех и прятаться. Ну, будут скины на рацию, походу. Вот с Рокси прикольный вид. Тоже ещё какая-то локация тут. Всё в камнях. Тут поломанный робот уборщик. Во, а это Монти. Тоже он уже про... От него уже ни одной кожи не осталось. От эндоскелета. Он просто весь в поломанном эндоскелете. Тоже он всё видит. И у него тоже челюсть эта большая осталась. Но он вряд ли сюда войдёт. Но, походу, он сможет открыть вот эти вот двери и войдёт сюда к нам. Так. На чём мы передвигаемся? Мы на какой-то охрене вот тут в Гольфе Монти. Тут летаем. И выпрыгиваем отсюда. Или же мы как-то сами упали. Упали вот на вот этот островок. С мостиками. Тут раз... Ну, нам, походу, нельзя туда прыгать, в эту вот воду. Потому что мы там захлебнёмся и гейм-овер будет. Так, это тоже самая локация парикмахерской ячейки. И мы тут прячемся. Да, вот это нас уже тут Монти поймал. Пытается нас укусить, а мы так, короче, руками вот так сдерживаем. Сдерживаем его пасть, чтобы он нас не укусил. Но... Укусил. То есть, всё же, вот это вот... Конццена эта, типа, думали, что... Это может быть конццена, как мы отбивались от Монти. Но нет, мы не сможем в игре отбиваться от врагов, когда они нас поймали. Они нас концами поймали, типа... Монти всё равно сильнее нас. Конвейер с Чикой. О, мы тут уже лицо можем её увидеть. Но оно практически у неё... Не, она ничем не изменилась. Такая же осталась. Да, с конвейером едет куда-то. Мы её, походу, чем-то вырубили. И отправляем на... Отправляем её куда-то. Чтобы её с ней, типа... Или это мы, типа, уже убиваем тут уже вот этих роботов. Походу мы в этой части, вот, в DLC, будем всех убивать вот этих роботов. Рокси, Чиху, Монти. До конца. Чтобы они вообще уже не смогли выжить. О, это Фредди в завалах. Типа вот тут... Он тоже, походу, тут оказался, и его вместе с Грегори. И мы его как-то тут спасаем, тоже потрёпан. Да, он пытается вылезти оттуда. Вот. Ну, Рокси реально какая. У неё лицо другое тупо. Ну, это не прям лицо, конечно. Если сравнить её, когда мы её почти уже угрохали в оригинальной части, то эндоскелет тут от лица отличается далеко от того, что мы видим сейчас. Так что это поставленное другое лицо с помощью Венни, походу. Она пыталась их ещё и восстановить. Ну, в принципе, восстановила. Да, они, походу, уже были в полумёртвом состоянии. Она их смогла как-то сделать так, чтобы они жили. Да, типа она дотронулась до нас. А мы, короче, хочем убрать её руку и сбежать, пока она нас не поймала полностью. О, да. Сандроп и Мундроп. Ещё говорится, что, как бы, Сандроп и Мундроп – это две личности. Потому что, ну, солнце появляется. Он перевоплощается в солнце, если светло. А если темно, то он Мундроп превращается в солнце и в луну. И тут вот он, короче, у него какое-то замыкание случилось. И он, типа, разделился две личности в одного персонажа. Типа вот наполовину. Вот светлая рука его, Сандропа и Мундропа. Он так наполовину вот так разделился, поняли? Вот, туда и глаза разные связятся. Вот тут, тут. Короче, у него что-то пошло не так, и он теперь стал одним. Одним целым. Ну, солнце и луна стали одним и целым. Да. Вот так. И, типа, когда мы заходим в детсад, то через... То открывается вот такая дверь, короче. Он открывает так вот дверь и, короче, на нас смотрит. И тоже хочет нас убить. Но он уже не будет таким добрым, как Сандроп. Типа, ну, он, походу, большая часть там... У него будет действовать луна, потому что он... Нас убьёт. И тоже нам махает. Кэллоу, бич. Во. Мы в детсаде надеваем маску в вене. Да. Вот как оно всё так выглядит изнутри экрана. Так. Блин, ну тут ещё так... Надо бы поймать камеру. Ну, короче, вот так. Когда мы надели маску в вене, мы можем видеть всё от лица в вене. Как она... То есть, да, у неё в костюме же была маска. И она... И мы теперь видим всё глазами в вене. Что как-то... Типа, как будто бы мы всё так видим. Как будто бы это другой мир. Типа, реальность... Вот тут всё поломано, разрушено. А она видит всё это иначе. Такие облачко похожи. Она типа видит мир другими красками в этой маске. И мы можем видеть. И мы можем видеть те объекты, которые мы не видим. Наши глаза не видят. А те объекты, которые она видит, она это видит. А мы это не можем убедить. Вот так. Завершенствованная технология. Что ещё так сказать. И вот. Многие думают, кто это. Типа, тут рука его. И какое-то такое лицо. Голова без лица. И тут такой глаз свечающий. Который свисает. Многие думают, это либо вене. Либо же Уильям Автон. Ещё. Который выглядит усовершенствованный. Ну. То есть в новом облике. Да. Конечно, он живучий. И это самое главное зло в игре. Чем Ванесса. Ванесса, она приспешник его. Ну, непонятно, кто это. Потому что из-за гличей. Из-за вот этих глюков их не увидеть. Ну, как-то всё. Файт Найтс Эдс Фредди. Секьюрити Бридж. Руины. Не задавайся. Ну, это был полный разбор этого же трейлера. Будем ждать, когда выйдет тоже основное DLC. Ну, а пока что мы будем заканчивать. С вами был Димон Про. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.